Всем привет! Меня зовут Светлана и я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, дорогие мои друзья, у нас с вами будет 4 варианта расклада. 4 камешка, вы видите, здесь у меня лежит это розовый, сиреневый, зеленый и голубой. Можете сейчас выбирать. И одна колода карт. Расклад будет называться ревность. Ревность. Есть ли почва, либо же это беспочвенная ревность вашего партнера или партнерши. Гадание подходит и для мужчин, и для женщин, потому что у меня очень много клиентов и клиентов, которые переживают за своего партнера или партнершу, ревнуют их или их ревнуют. В общем-то, возникает именно такой вопрос. Стоит ли ревновать? Стоит ли доверять? И вообще, что делать в этой ситуации? Часто бывает действительно, когда люди изменяют друг другу. И здесь, конечно, нужно бить тревогу. И, в общем-то, не имеет смысла продолжать отношения. О чем я и говорю. Смысл прощать такие отношения, я думаю, вообще бесполезно. Когда начинают женщины или мужчины говорить, снимите с него там или с нее порчу, и мы будем дальше жить мирно и счастливо, да смысла нет. Если уже человек раз пошел налево, то смысла нет уже и смотреть дальше за этим человеком, снимать с него что-то и дальше доверять ему, понимаете. И если даже какие-то магические воздействия на него были сделаны, то он сам виноват, что сам допустил такие вещи. Но бывают другие люди, которые беспочвенно ревнуют каждому столбу. Вот каждому столбу. Почему я сейчас делаю этот расклад? Этот расклад мне как подсказку дал мой знакомый, который ревнует свою женщину, но каждому столбу, скажем так. По работе мужчины появляются, все, значит, наверное, что-то где-то, наверное, не так, понимаете. Но все вы прекрасно понимаете, что работа – это работа. И здесь нельзя путать, нельзя путать Божий дар с яичницей, понимаете. Если это работа среди мужчин или там среди женщин, и если это деловые какие-то контакты и отношения, то тут, ну, бессмысленно просто ревновать или выставлять какие-то свои требования. Ну, это просто глупость, потому что другой человек просто зарабатывает на этом деньги. Итак, сейчас мы будем смотреть четыре варианта ответа по вашей ситуации ревность, что это почвенно или беспочвенно, стоит ли оставаться с этим человеком или нет. Но я всегда предлагаю смотреть все четыре варианта, потому что иногда бывает какая-то ошибка, вы разнервничаетесь и чисто интуитивно выберете не тот камешек, а ваш расклад был где-то рядом. Поэтому смотрите все четыре расклада. Какой расклад с вами срезонирует. Ну, а кто хочет ко мне записаться на личный прием, я вас очень-очень прошу, дорогие мои друзья, не нужно мне звонить. Пишите вайбер, ватсап в описании к этому видео, вы найдете. Только, пожалуйста, ну миллионный раз я вас прошу, звонить не нужно. Потому что очень часто, хоть я и говорю в каждом видео, начинаются звонки. Вот просто звонки. Поэтому пишите смс, я обязательно очень быстро отвечаю на них. Итак, четыре варианта. Первый вариант. Берем розовый кварц. Мы его сейчас отложим и посмотрим. Ревность. Если вас ревнуют или вы ревнуете, что здесь происходит? Есть ли почва? Есть ли основание для ревности? Так, уже что-то выпадает. Мы эти карты оставим. Посмотрим, как решить эту проблему. Да, вот сразу две карты прям выскочили. Мы их оставляем. Так. И по итогу сразу же вытащим три карты. И посмотрим, что у нас тут. Смотрите. Здесь, что карты говорят. Либо ваш оппонент, либо вы очень горячий человек, очень рубец плеча, не думает о том, что вообще происходит. Знаете, лишь бы сказать, лишь бы сделать, лишь бы накричать. На самом деле здесь все не так криминально и все не так страшно. Вы довольно-таки разные люди, действительно. Вы видите вот по этой карте, когда в одном яйце уживаются два вообще создания, которые как из разных миров. Здесь и птица такая, да? И человек, эмбрион человека, и эмбрион птицы. Но вы дополняете друг друга. Вы единое целое. И эта карта удачи и успеха, это туз жезлов, это хороший союз, это хорошее соединение двух, может быть, абсолютно разных каких-то идей, абсолютно разных людей. Вы как и не я, плюс и минус, мужское и женское. Вы как два инопланетянина, но вы дополняете друг друга. У вас прекрасный союз, хороший союз. И здесь не стоит никому не злиться, и не стоит никому скандал абсолютно устраивать. Хотя вот по вот этой вот карте, это однозначно, какой-то человек постоянно нарожен, лезет постоянно, вот нагнетает обстановку. Все гораздо проще, воспринимайте эту ситуацию. Намного проще девятка чаш, это, знаете, такое вот состояние отреченности. Почаще выходите на свежий воздух, дышите, да? Принимайте какие-то солевые ванны. Успокаивайте нервную систему, здесь карты говорят однозначно. И вот король чаш, да, это вот такой спокойный, миролюбивый мужчина говорит о том, что вот таким вот человеком вам нужно быть спокойным, уравновешенным, абсолютно адекватным, чтобы принимать какую-то обстановку вокруг вас. Нет, здесь ничего криминального абсолютно не происходит. Пятерка Пентакли, это, знаете, душевная пустота и опустошение после вот этих вот действий, или ваши действия, или действия вашего оппонента. Вот когда на вас накричат, да, или вы накричите, потом такая пустота в душе становится, что просто порой ничего уже не хочется, и руки опускаются. Не нужно этого делать, абсолютно. Если вы это делаете, ну, успокойтесь, не надо, это шкурка выделки не стоит абсолютно. И по итогу, смотрите, не поссоритесь вы, не разойдетесь, не разбежитесь, потому что действительно это ваш человек. Карта, вот знаете, вот я всегда, она умеренность, да, но почему-то мне вот руну Иса, да, вот такая заморозка. Видите, она такая, как игла идет, да, хотя эта карта умеренности, это союз надолго. Если вы думаете очень скоро расстаться, или вы думаете, что нет, вы будете очень долго вместе еще. Вы вообще уже не первый день знакомы, а длительное время, и еще будете очень долго вместе. Поэтому не портите друг другу нервы, не надо ругаться и скандалить. Принимайте все адекватно и нормально, здесь нет никакой напряженной обстановки. Двойка жезлов – это ваше хорошее сотрудничество. Вы могли бы хорошо сотрудничать. Может быть, вы работаете вместе, может быть, вы что-то занимаетесь, каким-то своим делом вместе. Вот это сотрудничество – это ваша идиллия. У вас могло бы получиться что-то прям вот прекрасное. Знаете, двойка жезлов – прекрасное партнерство. Если вы вместе чем-то занимаетесь, ну, я вас поздравляю, это прям ваше-ваше. Если же нет, то подумайте о том, что вот эта карта вам говорит о партнерстве друг с другом. Карты хорошие, расклад неплохой, поэтому умерьте свой пыл, умерьте свои чувства, не обращайте внимания на глупости, и, в общем-то, радуйтесь жизни, любите друг друга, вот все, что можно сказать по этому раскладу. Расклад хороший. Теперь давайте посмотрим на аметист. Аметист – сиреневый камешек. Что у нас здесь происходит? Карты я все раскладываю в прямом положении, потому что они довольно-таки информативные. Хорошая карта, заряженная мной именно на позитив и на прекрасный какой-то такой расклад, на прекрасное завершение дел. Шестерка чаш. Хотя вот здесь все не так однозначно на этом раскладе. Здесь, смотрите, здесь тройка мечей, это уже говорит о третьем лишнем человеке, причем здесь все действительно серьезно. Здесь не так, как в первом варианте, вам все кажется мерещится. Здесь действительно происходят какие-то такие дела за вашей спиной, то, что если вы ревнуете или вас ревнуют, здесь все действительно на самом деле печально. Здесь есть третий человек, который влез в ваши отношения, или кто-то из вас допустил вот такую вот обстановку дел. Здесь третий человек однозначно есть. И знаете, смотрите, тот человек, который ревнует, он вас очень любит и не может справиться. Он не знает, что делать. Он бьется, он стучится во все двери, он стучится в стены, он хочет добиться до вашего сознания, что любит вас. Или вы, например, стучитесь, и не можете добиться до этого человека. Но здесь однозначно кто-то вмешался в ваши отношения. Человек не хочет. Да, может быть, он скандалит. Тот, который ревнует, это может быть вы или ваш оппонент. Скандалы, да, какие-то упреки существуют. Но вы ему доказываете, что нет. Все нормально, все хорошо. Или он вам доказывает. На самом деле, действительно, здесь стоит призадуматься. Но я не вижу все равно, что эти два человека, вот вы со своим человеком, да, любимым разбежитесь. Нет. Все будет хорошо. Все. Здесь, знаете, больше вот такая информация идет, что у вашего оппонента, почему третий человек появился, может быть, вы что-то ему не додаете, потому что вот тут спинтакли здесь все прекрасно. Ваши полноценные отношения. Четверка жезлов – это ваш общий дом. Знаете, ваш общий очаг. Если этого нет, то задумайтесь, почему этого нет. Вот если нет вашего дома, общего дома, тогда действительно возможны измены здесь. Вот, знаете, вашему оппоненту чего-то не хватает. Не хватает абсолютно. Потому что вы несете в себе действительно позитив. Вот дом какой-то, финансы обеспеченность, десятка жезлов. Это, знаете, ну это работа над собой, работа над отношениями. Человек бьется, старается. Одна сторона бьется, старается, чтобы все обустроить, а второй все-таки ищет приключения на жопу себе. Но сразу могу сказать, вот если этого нет, совместного дома и всего, значит, человек поэтому и ищет. Потому что он не верит тому, что вы ему предоставите вот эту семью, дом, семейный общак, или, может быть, да, финансовое благополучие. И вот тогда человек загнан как в клетку, тогда можно так интерпретировать. И поэтому он и пошел налево, знаете, вот дабы самоутвердиться или что-то еще каким-то образом, или вот в отмеску чему-то. Но продолжения этому треугольнику нет. Вот оно как пришло, так ушло. Знаете, это измена может быть либо на физическом уровне, либо на моральном уровне с кем-то. Но это не серьезно, это не такой момент переломный, когда все может разрушиться. Нет. Разрушиться ничего не может. И вот карта возвращает вас прошлая шестерка, чаша. Вот по этой карте можно сказать, что у вас будут останутся, продолжаться отношения. И причем отношения очень хорошие. Вот это можно считать, знаете, как то ли ошибка, то ли бегство куда-то от каких-то, может быть, реальных, нереальных, не знаю, сомнений. Вот тут что-то человек недополучил, он поэтому как нарева сходил. Вот что-то здесь так. Но здесь нет, никакого разрыва не будет. И человек уже понял, что это не то, не абсолютно, а вот вы, да, это то, что ему нужно. Здесь действительно ревность не беспочвена. Скорее всего, вы чувствуете, что что-то происходит не так. Но тогда пересмотрите свою позицию, свое отношение к оппоненту. Что-то вы ему не додаете. Или же ваш оппонент что-то вам не додает, поэтому у вас появился еще кто-то помимо другого человека. Вот здесь такая ситуация. Но то, что вы останетесь вместе, и это все как вот разойдется, и забудется этот треугольник, это да, он не будет продолжения иметь. третий вариант, это зеленый камешек у нас, хризопраз. И сейчас мы посмотрим здесь, что у нас происходит в третьем варианте. как интересно. очень интересная ситуация. Слушайте, ну тут итальянская какая-то любовь. Я уже вот, когда вышла карта разрушенная башня, я думала, здесь уже конец отношениям, а другие карты, смотрите, какие желтые, да, такие надежда, желтый цвет надежды. Могу вам сказать, что вы тащите непосильную ношу, вот что-то вы прям, ваши отношения или тяготят вас, или вот ваши домыслы, ваша ревность вас просто изнутри разрушает, разрушительно влияет на вас и на ваши отношения. Это не конец. Папа и Рафат, это может быть законные отношения, это может быть, вы действительно находитесь сейчас в браке или собираетесь выходить замуж или жениться. И опять-таки, посмотрите, вот эта карта, вы видите змея, да, которая с лягушкой, но они мирно существуют. Как вы знаете, что удавы, они едят этих лягушек и здесь как совет этой карты говорит о том, что вам стоит подружиться друг с другом и поэтому тогда ваш враг или тот человек, которого вы опасаетесь, может стать вашим хорошим другом, который будет защитником, который перенаправит свой яд не на вас, а этот яд можно направить на кого-то, на другого. То есть, вот если вы будете вместе, для вас же, вот кто сейчас смотрит это видео, будет лучший результат. Не накручивайте себя, вот не накручивайте, не надо считать, что вот эта тяжесть, которая изнутри вас разжирает, разъедает и все остальное. Карта Король мечей говорит о том, что это, во-первых, конечно, эта карта бывает очень часто проигрывается, как врач, вот знаете, меч, да, с хирург-скальпель, какой-то, или иглоукалывание, уколы, или что, но я в данном случае считаю, что это человек довольно-таки скандальный. Вы видите, вот как он кричит здесь, да, и прям вот просто изрыгает из себя какие-то слова нехорошие, крики, ругань, скандал. Если вот в предыдущих там раскладах как-то все тихо, мирно решалось, здесь вот слово его, как удар, меча, может и проклинать, да чтоб тебе, да я тебя, да вот, и вот что-то очень нехорошее, негатив ужасный идет, но вы вместе находитесь, может быть, вот это вот еще разрушает, понимаете, может, знаете, здесь еще такие страсти-мордасти, может, вы выклевываете мозг к мужчине, да, а он на вас кричит, да что ты ко мне уже привязалась, да зачем мне уже нужно это все выслушать, и вы вот ругаетесь на пустом месте. Я не вижу здесь измен, измен здесь абсолютно никаких нет, карта влюбленная, вы любите друг друга, здесь, знаете, вот как раз, просто поспорили, я извиняюсь, разосрались, да, и тут же потом бурное примирение, секс, может быть, вот как игра вас, это раззадоривает, то, что вы сначала разбежались, поругались, а потом вы вместе, и потом у вас все прекрасно, и все просто вот шикарно, потому что и четверка Жезлов говорит, это общий дом, общее, общее, именно, житие, бытие, скажем так, и папа Иерафант, это вот соединение, здесь больше похоже на семейную пару, или это семья, или все-таки люди живут вместе, но вот по папе я могу сказать, что все-таки многие, кто сейчас смотрят, это законные отношения, законные отношения. Шестерка Жезлов, здесь очень интересно, она изображена, и такая интерпретация тоже, карта этой очень интересная, как говорится, когда вы собрались на войну, или покричать, допустим, поспорить, остановитесь, вот видите, как воин шел, который шел на войну, и увидел вот такой вот музыкальный инструмент, он сначала сел поиграть, и потом уже этот инструмент его отвлек, от какой-то борьбы, от каких-то скандалов, руганий, от войны, то есть остановитесь, посмотрите вокруг, может быть, вы найдете тот музыкальный инструмент, но это так завуалированно, я говорю, то есть что-то другое, на чем можно свою энергию, выброс энергии сделать, кто-то это ищет в искусстве, ну пойдите тогда в фитнес-клуб, побегайте, попрыгайте, выпустите пар, не нужно это выносить, именно в эти скандалы, в семье, потому что они, естественно, постепенно разрушают вас, в первую очередь, изнутри вас, потому что здесь я не вижу, чтобы один или второй человек хотели разойтись, разбежаться, оставить друг друга, здесь полная гармония, любовь, вот не накручивайте себя и своего партнера, не драконьте, не нужно этого делать, потому что здесь скандалы, они разрушают именно вас, вашу психику, ваше физическое тело, но это ни к чему хорошему, вы все равно будете вместе, и все равно у вас будет хорошо, хотя заключительная карта, вот именно, вы все равно опять собираетесь на войну, опять что-то хотите сказать, где-то что-то, свои пять копеек вставить, но этого не нужно делать, карта советчик, остановитесь, остановитесь, и подумайте о чем-то другом, успокойтесь, а потом уже продолжайте разговор спокойно, вот такой вот расклад был, номер три, и давайте посмотрим четвертый расклад, голубой агат, камешек, так, так, а вот тут смотрите сейчас давайте все вытащу карты и посмотрим что у нас здесь так вот смотрите здесь нужно бить тревогу посмотрите на эту карту да четверка пентаклей но здесь вот все очень интересно почему я выбрала эту кара колоду круг жизни очень интересная колода здесь такая интерпретация которая расходится с классическим таро немного да вы видите как кто-то лезет в ваш дом действительно здесь стоит призадуматься и если вы ревнуете или вас ревнует это все не беспочвенно здесь кто-то хочет проникнуть ваш дом и обладеть вашим партнером или партнершей это могут быть кстати как и порченные дела потому что здесь и попес тайны такая вот может быть кто-то хочет добиться вашего партнера или вас здесь и здесь не беспочвенные какие-то здесь уже забить нужно тревогу и сигнал здесь видите большая любовь большая любовь она спасает ваши отношения то что вы любите друг друга но кто-то хочет повоздействовать здесь однозначное магическое воздействие кто-то хочет оказать на вас или на вашего партнера здесь вмешательства как ваши отношения вторжения есть как таковой измены я не вижу но это может случиться если вы вовремя не остановите вот эти вот какие-то вмешательства других других сил и тут именно сил я говорю потому что здесь кто-то обратился магическим способом хочет расторгнуть ваши отношения влезть вашу пару и забрать вашего мужчину или женщину все это во сне происходит все во сне вот обратите внимание где вы спите если есть зеркало перед вашей кроватью обязательно уберите самое главное чтобы кровать не отражалось зеркале если конечно зеркало где-то в спальне в другом углу до что кровать не отражается ради бога но вот если прям бывают от шкафы продаются именно с зеркалами чтобы что отражается кровать по стиль то конечно же естественно не стоит этого делать уберите зеркала заклейте их какой-то пленкой или закройте но этого делать нельзя потому что многие спрашивают а что мне теперь шкаф что-ли выкидывать и переставлять не получается купите красивую пленку сейчас только красивых пленок и заклейте это стекло и все это дешевый быстрый вариант понимаете но спать перед зеркалом это очень плохо когда вы расслабляетесь часа в два-три ночи в основном когда глубокий такой сон идет действия прям через зеркало это вот просто мечта для всех вражей колдунов ведь для всех для всех магов понимаете вот поэтому подумайте где вы спите потом еще просмотрите обязательно ваше постельное белье это как указка вам идет много раз говорила постельное белье его лучше не принимать не дарить или копеечку денежку давать потому что здесь посмотрите может где-то там нашита какая-то нитка но вы так называют что вы даже не занайдете заговоренная нитка или даже с какими-то словами определенными вам было подарено это белье но если вам жалко прямо его выкидывать это белье но постирайте в соли отдайте на какие-то нужды до в церковь или еще кому-нибудь чтобы энергетику вашу смыть из выстирать потому что вы вспомните на чем вы спите вот матрас подушки одеяло все должно куплено быть лично вами лично вами если вам кто-то что-то подарил избавьтесь от этого лучше всего потому что это всякое всякое может быть может быть и воздействия через постель под обратите внимание в спальне что-то не так у вас посмотрите переберите все полочки ящики может быть вы подклад найдете здесь указано что-то со сном вот во сне воздействие идет какое-то воздействие но по итогу я вам хочу сказать разрешится вашу сторону но благополучно все туз мечей это во-первых и прорыв это вы отвоюете своего мужчину или свою женщину вы будете победителем вы решите этот вопрос но это не будет полюбовно конечно здесь будет конкретные какие-то действия такие вот применены здесь это однозначно и вы видите королева жезлов королева жезлов это всегда ведьма колдунья видите здесь на руке вот стоит какой-то очаг для огонь и все остальное всегда королева жезлов это ведьма однозначно вам тоже придется прибегнуть к магии скорее всего чтобы вам поставили защиту оградили и вот этого человека вышвырнули из вашего дома который ломится но победа будет за вами но без майки здесь не обойтись пятерка чаш в данном случае вы знаете вот тоже мне нравится эта интерпретация хотя тут еще вот если посмотреть звезда звезда спящая такая звезда одна большая звезда здесь говорится о том что вы очень много времени уделяете ненужным вещам вот видите 5 звездочек это не те а нужно уделить вот вот этой большой звезде большой звезде поэтому пересмотрите сейчас свою ситуацию может быть вы направлены на работу еще на кого-то даже сейчас что ревность да идет здесь тоже такое проигрываться вы на какие-то посторонние дела сейчас больше уделяете внимание а не самой семье или вашему оппоненту поэтому его могут сейчас просто увезти у вас из подноса вот это вот обратите на это внимание это вам тоже как карта подсказка вот такие вот были четыре варианта расклада сегодняшнего я надеюсь они были вам полезны и надеюсь они вам понравились еще раз говорю кто хочет ко мне обратиться в обер ватсап в описании к этому видео вы найдете звонить не нужно пишите смс я вас всех очень люблю дорогие мои друзья и прошу пишите в комментариях какие бы вы расклады хотели увидеть у меня на канале потому что мне гораздо приятнее в эти расклады делать по вашей тематике чем выдумывать что вы хотите придумывать по и более они полезные будут и продуктивные когда вы мне задаете и ставите какие-то программы задачи я для вас что-то делаю это как гораздо интереснее работа с моей стороны да впрочем как и для вас я думаю тоже это будет лучше я вас всех очень люблю желаю вам всем здоровья счастья финансового благополучия огромной неземной любви взаимной любви и всего самого наилучшего в мире пока пока